В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Смерть под колесами. На одной из центральных улиц города произошла трагедия с участием пассажиров. В районе двух часов дня между остановками улицы Пичугина и Руслана Людмила на проезжей части оказалась женщина 33-го года рождения. По словам очевидцев, пенсионерка выпала из троллейбуса седьмого маршрута. Как пассажир вылетел из салона, сейчас разбираются следователи. Но по предварительным данным водитель допустил падение женщины прямо в салоне «семерки». Из-за открытых дверей пенсионерка оказалась на дороге. Я близко вот так ехал. То ли она как-то подскользнулась, то ли она не в другую сторону смотрела. В общем, он ее зацепил и протащил вот до туда. А вообще признаки жизни подавала? Ну, в общем, я подошел, сказал, что ее надо сразу в скорую везти. Ну, они скорую сказали, что трогать нельзя, скорую вызвали. Приехавшая скорая помощь женщине ничем помочь не смогла. Смерть пенсионерки диагностировали прямо на месте ДТП. Отчего скончалась женщина, станет известно после вскрытия. Но действия водителя троллейбуса теперь тщательно проверят. Предварительным виновником считается водитель троллейбуса, который нарушил правила перевозки пассажиров. Сейчас собран проверочный материал, в рамках которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту и принятие правового решения. Не могут справить новоселье. В новостройке в микрорайоне Пеганово люди не могут заехать уже полгода. В квартирах до сих пор нет ни газа, ни воды, ни электричества. Тем не менее, застройщик сдал дома в эксплуатацию и кормит людей обещаниями, что тепло появится со дня на день. Как строителям удалось согласовать документы в городской администрации? И почему 11 домов до сих пор не готовы к новоселью? Выяснял Ольга Федина. В управлении капитального строительства сегодня, как никогда, многолюдно. Больше 20 человек толпятся возле двери чиновников в ожидании помощи. Все эти люди около двух лет назад вложили свои деньги в новостройки в микрорайоне Пеганово. Новоселье они должны были справить еще в июле. Но застройщик со сдачей домов затянул. А пару месяцев назад дольщикам все-таки отдали ключи от квартир. Только вот жить в них нельзя. Сегодня декабрь. Там вообще ничего нет. Там нет ни воды, ни газа, ничего. Нас даже сказали, что можно ключи взять, посмотреть свою квартиру. Мы то не могли найти ключник или кто там, прорам. 11 домов в Пеганово построили по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Контролирует объекты городская администрация. Чиновники нарушения закона со своей стороны не видят. Говорят, что все документы застройщик предоставил. И поэтому разрешение на ввод в эксплуатацию они подписали. Почему тревогу не забил областной госстройнадзор, который должен был выйти в новостройки с комиссией, остается загадкой. Без отопления дома не принимаются в эксплуатацию. Отопление газовое. Если вы считаете, что дома введены незаконно, подайте в суд. Уже полгода дольщики скитаются по съемным квартирам, родственникам и друзьям. Переезжать в дома, где окна покрыты слоем льда и снега, они не рискуют. С исками на взыскание застройщика неустойки и морального вреда люди обратились в суд. На днях дольщики получили письма от строителей, в которых они просят принять квартиры. Правда, задним числом. В срок до 30 ноября. Застройщик обещает, что тепло в домах появится со дня на день. Но люди в это уже не верят. Они кормят нас завтраками вечными. Сначала месяцами кормили, а под Новый год уже кормят. Понедельник, четверг, пятница. Понедельник, четверг, пятница. Это каждый божий день. У меня жена каждый день звонит практически. Они уже даже трубку не берут. С нами застройщик на диалог пошел. В проблемах с сдачей домов он обвиняет газовые службы. На незапланированную экспертизу сетей строители потратили около месяца. В связи с последними случаями газовики начали предъявлять повышенные требования к вновь создаваемым сетям. Они заняли достаточно жесткую позицию. И здесь мы как застройщик пошли по пути наименьшего сопротивления. Прошли экспертизу. На этот раз застройщик уверяет, тепло во всех квартирах должно появиться не позднее начала февраля. Дом под номером 5. Газу обещают подключить до Нового года. Остальные после январских праздников. Но дольщики уже пошли в атаку. Сегодня они подписали коллективное обращение в администрацию президента. На очереди заявление в прокуратуру. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал. Почему закрыта трасса? Этот вопрос волнует владимирских горнолыжников, которые привыкли заниматься любимым видом спорта в самом центре города на Студеной горе. Несмотря на удачную для катания погоду, единственный горнолыжный комплекс города в этом сезоне не открылся. В причинах разбиралась Маргарита Махрова. На горнолыжной трассе в центре города только случайные пешеходы. В этом сезоне комплекс на Студеной горе спортсменов не принимает. Владимирец Виктор Бабков катается на лыжах более 40 лет. Последние годы сезон всегда открывал с друзьями именно здесь, на Студеной горе. Как только снег выпал, то мы начали с ноября приезжать и узнавать, когда откроют. Никто сказать не мог. Потому что, в принципе, Ковров и Гороховец открылись уже в ноябре. И обидно было, почему Владимир не открыт в трассе. Трасса пользовалась спросом у лыжников и сноубордистов. Особенно у тех, кто не имеет возможности выезжать за пределы города. В областном центре это был единственный горнолыжный спуск. Здесь регулярно проводились любительские соревнования по горнолыжному спорту. Спортсмены особо отмечали удачное месторасположение трассы. Есть, конечно же, склоны намного больше, интереснее, но они достаточно далеко находятся. И если человек живет у Владимира, это для него идеальное место быть, чтобы научиться или просто уже покататься, если он умеет. Узнав о том, что комплекс больше работать не будет, спортсмены обратились к главе города и губернатору области. Жители просят не только вернуть единственный во Владимире горнолыжный склон к жизни, но и организовать на его базе детскую школу по этому виду спорта. Я объездил всю Россию практически, не практически, а полностью всю, таких условий оптимальных, чтобы склон был в шаговой доступности, чтобы можно было не тратить часы на подъезд. Таких условий больше нигде нет. Написал, обратились в городскую администрацию, обратились в областную администрацию с просьбой оказать содействие и как бы решить этот вопрос. Горнолыжный комплекс на студеный, проект коммерческий. Основная часть этого склона находится в собственности у компаний «Игротек» и «Ставринвест». Они ежегодно и организовывали работу трассы. А вот подножье склона, участок в полгектара земли, всегда находился в собственности области. И его предприниматели по договору все эти годы брали в аренду. И вот летом этого года Департамент имущественных и земельных отношений договор расторгнул. Предприниматели объясняют, горнолыжный комплекс и так был нерентабелен. Областные власти решили в разы увеличить аренду за свой небольшой участок трассы. У нас аренда сначала была 320 тысяч рублей в год. Это было раньше. Да, я не помню, с какого года был заключен договор. Поставили коэффициент 10 казахстовой стоимости и не предпринимать к степи цели. Соответственно, аренда стала по 3 миллионов рублей. Потом было изменено до 8, потом до 3,5, когда можно обратить к губернатору. К сожалению, договор к этому времени уже был расторгнут. Вот так. 3 миллиона вместо прежних 300 тысяч в год. С учетом сезонности работы такую стоимость аренды просто не потянуть. А потому склон теперь будет стоять пустующим. Оборудование ржаветь, областной бюджет недополучать. Хотя бы те прежние 300 тысяч в год. Почему в Белом доме именно так поддерживают развитие спорта, нам выяснить не удалось. Чиновники оказались не готовы отвечать на наши вопросы. И предложили отправить им официальный запрос. Отправили. Ждем комментариев. Маргарита Махрова, Александр Мажаров. Шестой канал. Подвели итоги года. Сегодня владимирские омбудсмены вспомнили самые громкие разбирательства уходящего года и поделились статистикой. С чем идут горожане к уполномоченным. Как часто обращения оказываются ложными и какие планы строят сами правозащитники. Расскажем далее. История о том, как двое 15-летних подростков убили котенка, всколыхнула общественность региона. Это самый резонансный случай проявления детской жестокости в этом году, говорит Геннадий Прохорычев. За свой поступок живодеры понесли наказание. В Центре временного содержания несовершеннолетних они провели 30 суток. После этого случая дорожки друзей разошлись. Один из них, оператор видеоролика, встал на путь исправления. У нас был еще два месяца в мужском монастыре в Юрьевпольском районе. И у него сознание поменялось совсем по-другому. Тот, который, будем говорить, который издевался, над животом не снимал, а издевался, он сейчас учится на домном обучении. Там гораздо все сложнее на самом деле. Там есть проблемы со здоровьем. Отличились владимирские подростки и два месяца назад. Трое несовершеннолетних проникли в психоневрологический интернат на Чапаева и избили инвалидов. После этого в учреждении поменяли охрану и усилили видеонаблюдение. Но так проблему не решить, уверены правозащитники. Мотив был один. Надо было убить время. Куда его убить? Вот одни выбрали вот такое направление, другие выбрали другое. Издевательство над людьми с инвалидностью. И предлагали начальнику управления образования, предыдущему, о том, чтобы в рейтинг школ вошла вот такая графа занятость детей и подростков в различных секциях. Количество обращений к детскому омбудсмену уменьшилось почти в два раза. А значит, власть работает в этом направлении, резюмировал Геннадий Прохорычев. А вот у Людмилы Романовой наоборот. Более трех тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем в 2015-м. Жалуются люди и на решение судей, и на непрофессиональную работу полицейских. Также во главе списка вопросы связаны с социальной политикой и сферой ЖКХ. Один из них – расселение граждан из аварийного жилья. Проблема известная, вот только как ее решить, никто не знает. Все соглашаются, что есть перекосы в понимании, что такое разумный срок отселения, потому что у нас ставят и год, это нормально, наверное, да, и три года ставят, и пять лет, и потом продляют после трех лет еще на пять лет, это уже, наверное, ненормально. К сожалению, пока единого понимания, кроме того, что это должно быть справедливо, ни у кого нет. Специфика этого года – голословные жалобы. Проведя проверку по обращению, правозащитники не находят нарушений со стороны органов власти. В связи с этим, уполномоченные планируют открыть постоянно действующую бесплатную правовую школу. Но это далеко идущие планы. Чтобы реализовать задумку, в 2017 году необходимо провести региональный правозащитный форум. На нем и наметить точки роста правового просвещения граждан. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Война за свиней продолжается. Очаг АЧС, вспыхнувший в нашем регионе этим летом, давно ликвидирован. Но до сих пор свиней пытаются изъять. Сегодня в областном суде состоялась апелляция по делу одного из животноводов Меленковского района. Он свой скот на отчуждение в июле не отдал. В Илькинском поселении, где живет Олег Алакпаров, очага инфекции не было. Да и когда за животными пришла комиссия, это было 7 июля, предписание мужчине никто не показал. Он же утверждает, что и указы губернатора 33 региона ему тоже не предъявили. Показали ксерокопии, без печатей и подписей. Какой же это закон? Что я нарушил? У меня свиньи до сих пор живые. Ни у кого, кто не отдал свиней, ни одна свинья не сдохла. На каком основании свиней забирали? Людей куска хлеба лишили. Животновод указывает на то, что его свиньи не больны. Несмотря на то, что уже прошло полгода после вспышки. Тем не менее, по указу губернатора, еще целый год нельзя разводить новый скот в бывших зонах инфекции. Здесь стоит вопрос о постановлении администрации области, которое не отменено на данный момент. Которое предусматривает в том числе изъятие. Олег Алакпаров прошел уже не один суд, но понять его до сих пор никто не хочет. Так и Владимирский областной суд его апелляцию отклонил. Теперь он намерен обращаться в вышестоящие инстанции. И пообещал, что если придется обратиться и в Европейский суд по правам человека. А теперь коротко о других новостях. Предложи, где ремонтировать дорогу. Андрей Шохин поручил управлению ЖКХ составить список дорог и тротуаров, которые нужно отремонтировать в будущем году. Этот перечень жителей Владимира могут расширить. Если вы считаете, что какой-то участок городских дорог требует ремонта, заявите об этом на сайте. Чтобы оставить заявку, достаточно заполнить простую форму обращения с указанием адреса дороги или тротуара, которые требуют немедленного ремонта. Торговал контрафактным алкоголем. В Киржаче накрыли подпольный бизнес местного жителя. По версии следствия, 55-летний мужчина в собственном гараже хранил и реализовывал паленую водку. Правоохранители обнаружили более тысячи бутылок контрафакта почти на 400 тысяч рублей. Алкоголь задержанный закупал в Подмосковье и по низким ценам продавал местным любителям выпить. Теперь киржачский бутлегер может лишиться свободы на три года. Нарубил деревья в почти на миллион рублей. В Муромском районе местный житель вырубил 18 сосен в районе деревни Глебовка. На это 55-летний мужчина не имел никаких разрешительных документов. За время своей деятельности мужчина нанес ущерб почти на 900 тысяч рублей. Древесину злоумышленник хотел продать, однако теперь может отправиться за решетку на 7 лет. В парке «Дружба» одели 15 деревьев. Во Владимире подвели итоги акции «Одень дерево». Полтора месяца горожане украшали деревья на центральной аллее парка вязанными нарядами. Одежду для деревьев делали из любого доступного материала – от пряжи до войлока. Украсили деревья лентами-колокольчиками. Чем оригинальнее, тем лучше. Самыми активными стали ученики 37-й школы. Их стараниями одежду получили 8 деревьев. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и проект «Под ключ». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. Продолжение следует.